Сегодня, 3 августа, состоялся сход жителей поселка Зайцево при участии административного аппарата города Горловки. Проводил собрание исполняющей обязанности главы администрации города Горловки Иван Приходько, который приехал в поселок вместе с представителями всех служб города – МВД, МЧС, Управление образования, здравоохранения и ЖКХ. Иван Сергеевич общался с людьми и отвечал на их вопросы. Больше всего вопросов было по разрушенному жилью из-за обстрелов со стороны ВСУ. Также поднимались проблемы здравоохранения, образования, восстановления инфраструктуры. Что мы сделали за неделю? Вот за эту маленькую неделю, на которой мы находимся здесь. Первое, что нам удалось решить. В течение полутора недель будет восстановлено восстанавливание на всей оставшемся поселке Зайцево в той части. Вчера провели мы совещание с УБСЕ и с представителями СКХЦ. Нам помещали допуск. Технические возможности для этого есть. Поэтому приоритетной задачей мы ставили восстановление водоснабжения и электроснабжения. Электроснабжения в течение полутора недель мы не сделаем. По одной простой причине не хватает материалов. Это будет сделано в течение трех недель. Все вопросы согласованы. Второе, в течение двух недель на территории библиотеки будет открыт фельдшерский пункт и аптечный пункт. В однозначном порядке. Вопрос не подлежит обсуждению. Второй вопрос, который мы согласовали в зловой республике. И было дано по этому поводу поручение им лично. О ремонте дороги подъездной к вам сюда. Потому что ее не существует в принципе, как и в Орловке. Но поселки такие, как Вольма 6-7 и Зайцево должны быть обеспечены проезжаемостью. Связано это с общественным транспортом. Сегодня, 3 августа, в поселке Зайцево прошла выдача гуманитарной помощи от Международного комитета Красного Креста. Сегодня помощь получили 877 человек. Завтра ожидается приблизительно такое же количество. Журналисты газеты «Горловка.Сегодня» узнали у представителя комитета, что входит в наборы, как часто организация производит их выдачу и какие категории жителей могут получить помощь. В продуктовом наборе у нас входит 5 килограммов муки, 1 потолка солнечного масла, 1 килограмм сахара, 3 килограмма макарон, 2 килограмма гречки, 3 килограмма риса, чай, 200 грамм пакетированный и также это дрожжи, для того, чтобы люди могли приготовить хлеб и кондитерские изделия. В поселке Зайцево мы поддерживаем уже на протяжении практически года, стараемся поддерживать каждые полтора месяца. Что касается города Гойловка, то с 13 июля мы работаем в трех районах Горловки, в Калининском, центральном городском и Львизовском районе. Мы поддерживаем жителей по категориям, которые были согласованы нами и местными представителями власти. Это категории семьи, у которых дома разрушены вследствие боевых действий, первая, вторая категория онкомбольные люди, лежачие больные, непонятностабильные, а также те, которые нуждаются в постоянном восстановлении в уходе. Семьи погибших вследствие боевых действий, люди, получившие ранения, а также семьи вынужденных переселенцев. Житель поселка Зайцево рассказал о трудностях пересечения границы с Украиной. В ходе интервью выяснилось, что украинские военнослужащие на Артемовском блокпосту слушают горловское радиостелс. У меня в машине играет радио, наше местное горловское. И они еще и под него пританцовывают у себя, тоже включили радиостелс. И слушая наши новости, пытался со мной один заговорить, что там вашего сепаратиста мы разняли.